МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому можно попрощаться с помощью государства? И что оставили получателям субсидий? Революционная королевская свадьба. Какую встряску монаршей семье устроили принц Гарри и его невеста? И какой будет эта свадьба века? Добрый вечер. Вы смотрите подробности недели. После майских каникул мы возвращаемся в эфир. После праздничного затишья вернулась в нашу жизнь, кстати, и политика. И вернулась весьма странно. Вроде бы и решения принимаются, и споры ведутся. Но так, чтобы избежать самых главных вопросов. Тех, которые действительно способны изменить жизнь в Украине. На этой неделе даже традиционно немноголюдная парламентская среда оказалась продуктивной. Вот только опять отложили и создание антикоррупционного суда, и обновление Центра Сбиркома, и новые правила проведения выборов. Даже протесты возле Верховной Рады не побудили депутатов голосовать. Почему политики никак не могут сторговаться? Знает моя коллега Екатерина Лысенко. Последние несколько месяцев каждый понедельник Согласительного Совета начинается как день сурка. С попыток спикера решить хотя бы один кадровый вопрос. Ключевое кадровое питание. Центральная выборчая комиссия. Но к середине недели оказывается, что фракции снова не договорились. Алгоритм, как вызначитесь 14-13, не было найдено. Фронтовики кивают в сторону коллег по коалиции. Обовязково должна быть вытянута резолюция парламентской ассамблеи в частности представления всех фракций. Какие бы фракции не были. ОПО, Блок Батьковщина или Блок Петра Порошенко. Другое питание. 14 кандидатов на 13 вакансий. Блоки Порошенко косо смотрят на фронтовиков. У нас есть группа депутатов, которые боятся досрочных выборов. И считают, что смена состава Центральной избирательной комиссии – это путь к досрочным выборам. В начале недели спикер грозил помирить в зале всех рейтинговым голосованием. Но оказалось, что это не совсем по регламенту. По составу ЦВК должны быть представители всех политических фракций, представленных в парламенте. Это вопросы до БПП и Народного фронта. Они создадут сегодня большинство. Они несут политическую ответственность за принятие всех решений, в том числе и кадровых. У нас кадровые призначения. Парламент, на жаль, который состоит из двух наибольших правиладных фракций, голосует только в пакете. Какие измены этого пакета? Відомо только тем, кто берет участие в торгах. Рейти нового голосования по членам ЦВК незаконны. Такого нема в законе. Порушение процедуры обрания ЦВК в будущем может привести до признания его незаконным. И как наследок – взорвать выборы. Потому что звольнят старый склад, не призначат новый, не имеют возможности проводить выборы. Поэтому единственная возможность – дотриматься закону. У нового склада ЦВК должны быть представлены все политические силы, которые сегодня есть в парламенте. А не так, как хочет влада, что 10-15 будут контролированы владой. Не сложилось с кадрами, перешли к законодательной работе. И избирателям теперь есть что сказать. Как-никак нардепы многим документам дали зеленый свет. Например, к законопроекту о Госбюро расследований внесли правки. Правда, только в первом чтении. В первом чтении дали старты закону о валюте и аккредитовании. В целом приняли закон о трансплантологии. Мы платим сегодня шаленые деньги за то, чтобы отправить детей в Белоруссию. Это 150 тысяч долларов, евро, для одной трансплантации. За эти самые деньги тут, в Украине, можно будет сделать 3-5 и больше трансплантаций. Почему это не делать? Почему не развивать украинскую медицину? 20 тысяч только детей, которые стоят на черзе пересадки сердца. 8 всего сделано. И мы отправим валюту и собираем деньги в Белоруссии. Мы должны дать шанс людям выжить. И если такие законопроекты, как о трансплантологии или защите прав интеллектуальной собственности, принимают за несколько дней, то вопросы, где есть хоть намек на партийный интерес, обсуждают неделями. Это касается и антикоррупционного суда, и ЦИК, и избирательного кодекса, проголосовать за который снова требовали активисты. То, что не проголосовали и не вынесли вообще ситуацию с формированием ЦВК, это свидетельство того, что идут банальные торги в правильных коалициях и в залишках, потому что президент пытается сформировать свою большинство, несмотря на все квотные принципы. С рассмотрением того, что блокируется закон про выборы по открытым партийным спискам, и делается ставка на скупку голосов, это два факта, которые свидетельствуют о том, что готовится масштабная фальсификация. Мы формуем порядок ДНИ не регламентными процедурами, а политическими решениями. И в данном случае, насколько я понимаю, нет политической согласии относительно изменения законодательства на систему, которая будет давать возможность выбирать представителей за списками политических партий, то есть без мажоритарки. Избирательный кодекс, к слову, пылится в ради с прошлого года, когда его чудом приняли в первом чтении. Сейчас к нему порядка четырех тысяч поправок. Я лично на данную минуту не буду голосовать за выборчий кодекс. Поясню, почему. Потому что этот законопроект был создан 10 лет назад. За этот час началась реформа децентрализации. За этот час мы приняли новый законопроект про местные выборы, за которыми проходили выборы 2015 года. За этот час очень много изменений произошло в государстве. Вот именно это и объясняет ту большую количество поправок, которая сейчас существует. Также зависит в комитете закон об антикоррупционном суде с двумя тысячами поправок. Это закон про антикоррупционный суд уже перезрів. Все про него говорят, все его требуют и в одночасье затягивают процесс. Этот орган должен быть независимый и должен выносить правосудные решения. А таким образом должна быть дополнительная комиссия, в том числе международных экспертов, которая не будет призначать судья, но будет указать, кто не может быть суддею. Наша треба на этапе добора, до конкурсного добора, должен быть право в это наших международных партнеров. Правда, в блоке Порошенко анонсируют, что следующая неделя будет посвящена как раз этому закону. В профильном комитете уверяют, чтобы никто не манипулировал правками Венецианской комиссии, ее представители приедут лично контролировать процесс. Но в оппозиции предлагают хоть на время отойти от политических споров и уделить внимание стратегическим вещам. В следующей неделе у нардепов тоже пленарная правда. Какие вопросы все-таки будут в повестке дня, в Раде решат в самый последний момент. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Павел Лысенко. Подробности недели в телеканал Интер. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне уже подсчитывают цену депутатского промедления. Если решений по главным вопросам так и не будет, Украина потеряет десятки миллиардов гривен уже в этом году. Во-первых, очередная порция макрофинансовой помощи от Евросоюза в миллиард евро теперь привязана к решению вопроса о Центризбиркоме. Европейцы настаивают, что при обновлении комиссии нужно учесть интересы всех политических сил, которые представлены Верховной Раде, в том числе и оппозиции. Это официальное условие. Во-вторых, непринятие законопроекта об антикоррупционном суде обойдется Украине в 300 миллионов долларов ежегодно и может спровоцировать девальвацию гривни до курса 35 за доллар. Это оценка Виктории Войцыцкой, народного депутата от самопомочи. Методика подсчета простая. Даже если транш от МВФ не получим, то деньги Украине все равно придется занимать, чтобы рассчитаться с долгами. И вот столько государство переплатит на займах в случае провала сотрудничества с МВФ. Ну, а сами чиновники фонда в очередной раз напомнили, без антикоррупционного суда траншей все-таки не будет. Накануне в Вашингтоне об этом сказал Джерри Райс, официальный представитель МВФ. Необходим прогресс в ряде вопросов для того, чтобы мы могли закончить четвертый пересмотр программы помощи Украине. Это в частности касается энергетического сектора, фискальной политики и принятия соответствующего закона о создании мощного и независимого антикоррупционного суда. Последнее критически важно. Окончательная версия закона должна полностью соответствовать требованиям программы и рекомендациям Венецианской комиссии. Тему создания антикоррупционного суда прокомментировал сегодня и премьер Украины во время часа вопросов к правительству Верховной Раде. Владимир Гройсман призвал депутатов принять все необходимые решения, чтобы антикоррупционный суд заработал. Вы знаете, я думаю, что если мы возьмем примеры многих стран страны, которые навели порядок, то они навели порядок только тогда, когда первые, суворие и справедливые вироки судов карали тех, кто ставил свои собственные интересы выше, чем интересы государства. Я хочу сказать про то, что наступном тижне перед каждым присутствием будет стоять величезный выбор, как поступить. Отдать символично свой голос за то, чтобы ствердить справедливость и эффективную борьбу с коррупцией в стране, або покрывать все то, что было и руйнувало нашу страну. Я хочу попросить вас, я не имею права ни вказать вам, как поступать, я могу вас только попросить. Шановные народные депутаты, хочу попросить вас принять необходимые решения для утворения на наступном тижне справедливого, независимого ключевого позиции антикоррупционного суду. До летних каникул у депутатов остается всего 20 пленарных дней. Не так и много, если учесть, на какие большие компромиссы им предстоит пойти. Итак, какие решения все-таки могут быть приняты? Обсудим с нашими гостями. Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей фракции Блок Петра Порошенко. Здравствуйте, Алексей. И Владимир Фисенко, политический эксперт, сегодня пришли к нам в студию. Алексей, давайте с вас начнем. Андрей Порубий в очередной раз все-таки проанонсировал, что законопроект по антикоррупционному суду будет принят. Вот в этот раз верить? Я думаю, следующая неделя в Раде будет антикоррупционно-судебной. Начиная с понедельника заседания комитета, и вторник, среда, четверг рассмотрение поправок, и в четверг мы должны выйти на голосование в целом за этот закон. Хорошо, Алексей, если вы так в это верите, то объясните нам, как вы обойдете самую противоречивую норму этого законопроекта о возможности международных экспертов утверждать или не утверждать членов этого суда? На самом деле, это единственная позиция, которая сегодня еще не согласована. Я думаю, что мы сможем найти компромисс, он очевиден. Да, международные эксперты должны иметь право вето, но в то же время оно не должно быть абсолютным, потому что в таком случае нарушается украинская конституция, которая говорит, что все ветви власти формируют народ как источник власти в Украине, а не в любые, при всем уважении, иностранцы. Поэтому необходимо найти формулу, при которой их слово будет очень значимым, но в то же время это не будет нарушать ситуацию. Алексей, вы понимаете, что это, возможно, будет расценено нашими международными кредиторами как полунорма, как обман? Нет, мы не будем идти на варианты, при которых это будет встречное непонимание. Мы ищем пути договориться, окончательно договориться. В том числе и с ними. И в том числе и с ними, хотя все-таки хотел бы подчеркнуть, что закон про антикоррупционный суд нужен не МВФ, не Евросоюз, а он нужен нам, Украине. Потому что ситуация у нас действительно с коррупцией очень сложная. Вот здесь я с вами соглашаюсь полностью. Владимир, как вы считаете, вот если рассмотрим такой вариант, компромисс по антикоррупционному суду нашими депутатами не найден. Что тогда? Мы прощаемся с МВФ или нет? Ну, во-первых... Ну, в каком шаге мы от этой пропасти? Ну, мы, я бы сказал так, в двух шагах. Да, ну, можно оценивать немножко иначе эту дистанцию, но точно не на самом краю. Более того, я думаю, что шансы на принятие закона все-таки достаточно высоки. Более того, вот шансы на разумный компромисс, вот по той самой норме, о которой сказал Алексей. Почему я так думаю? В понедельник, вот судя по сегодняшней информации, приезжают на заседание профильного комитета представители Венецианской комиссии, председатель и разработчик заключения вот по этому законопроекту. И мне кажется, вот как раз они будут участвовать в разработке компромиссного варианта. Сразу скажу, какой, скорее всего, будет компромиссный вариант. Это так называемая квалифицированная вета. То есть преодоление, либо, как вот было в предыдущем законе, ну, по Верховному суду, две трети состава квалификационной комиссии могут преодолеть вета экспертов. Либо могут увеличить до трех четвертей. Еще один вариант. Я думаю, что это был бы разумный компромисс. Но, тем не менее, у нас, знаете, страна непредсказуемой политики, может быть, все, что угодно. Насколько я понимаю, во власти и в правительстве, и в администрации президента, и тем более в парламенте, таких людей много, есть люди, которые считают, что сотрудничество с МВФ, оно создает нам больше проблем. МВФ от нас требует, ну, от власти украинской, требует непопулярных действий, непопулярных решений. Поэтому лучше отказаться. Но риски очень велики. Хорошо. А что тогда делать с рисками потерять европейские деньги? Европейские кредиторы уже вот неоднозначно намекают, что промедление центра с Биркомом, да? Да, по центру с Биркома, да. Да, с изменением состава комиссии, может повлечь за собой финансовые последствия. Я здесь отмечу, здесь, я думаю, тоже будут искать компромисс. В июле должен быть саммит Украины-Евросоюз, поэтому вот мой прогноз, что постараются к саммиту, ну, либо в конце июня, либо в начале июля, но принять все-таки... Алексей, а ваш прогноз, постараются все-таки центры с Биркомом изменить? Или пойдем на выборы по-старому, с мажоритарщиками? Ой, извините, я перешел на другую тему, да. Ну, первое, центр избирком. Центр избирком связан с выборами, выборное законодательство. Мы пойдем на выборы с мажоритарщиками или нет все-таки? Если мы говорим о выборном законодательстве, то тут никто не сможет вам дать ответ, потому что мы проголосовали изменения в избирательный кодекс 226, впритык, и мы понимаем, что без мажоритарщиков, они составляют половину парламента, то есть будет очень сложно принять... Которым это не выгодно. Да, которым в своей массе не выгодно, и которые в массе своей не поддерживают это. Будет крайне сложно принять эти изменения. Но шанс определенный есть, я не хочу его оценивать, знаете, 50 на 50, надо как минимум попробовать, потому что Украина, в принципе, нуждается в более качественном избирательном законе, более отвечающем реалиям Украины. Дело не в том, что мажоритарка плоха сама по себе. В Англии мажоритарка 100%, во Франции мажоритарка 100%. Это что означает, что это не демократические страны, которые мы должны поучить, как им жить. Там голосуют по-другому и считают по-другому. Алексей, вы сами знаете, где ответы. Но нашим условием сегодня эта система, мне кажется, можно найти лучшую систему, поэтому я голосовал в первом чтении за избирательный кодекс, но сможем ли мы его окончательно проголосовать, я не знаю. Но я не хотел бы, чтобы мы дискутировали так, как будто это ключевой вопрос. Идеальной схемы выборов нет в мире. Хорошо. Найдите хотя бы тогда просто лучшую, не идеальную. Наверное, она нам нужна все-таки. Лучший враг хорошего, как говорят. Возможно. В прошлом году, вот уже в конце весны, корректировали бюджет года. Что в этом году? Какие-то будут внесены туда изменения? Особенно, конечно, интересно всем нашим зрителям изменения в социальных каких-то вопросах. Мы ожидаем плановое повышение минимальной заработной платы, которая была предусмотрена на конец года. Что касается изменений, возможно, по итогам 9 месяцев, то есть уже осенью, возможен пересмотр бюджета. Но это, еще раз повторюсь, будет по итогам 9 месяцев. Очень многое зависит от конъюнктуры, которая сегодня сложится на мировых рынках, в том числе на агропродукцию. У нас начинается скоро уборка, и Украина будет очень опять серьезным экспортером. Но нам необходимо понимать, какие сложатся мировые цены. То же самое касается рынка металла. Поэтому сегодня говорить очень сложно. То есть раньше осени, знания не ждем? Никаких-то серьезных изменений я бы не ожидал. То есть пока не обсуждается. Владимир, один из самых важных документов, пожалуй, принятых в этом году парламентом, это закон о дипломатической службе. Многие эксперты говорили хором о том, что он позволит развить, улучшить нашу дипломатическую службу. Президент его витировал, потому что там нашел несколько спорных моментов. Что дальше? Как вы думаете, депутаты, вернуться к этому вопросу, и насколько нам нужен все-таки эти изменения? Я, к сожалению, не могу комментировать мотивы витирования. Думаю, что, скорее всего, речь идет о доработке этого закона. Иногда так бывает, что уже после того, как парламент утвердил закон, возникли новые предложения, и, скорее всего, это техническое вето для доработки этого закона, для внесения новых норм. Так что я думаю, что здесь нет каких-то принципиальных... Алексей, вы вернитесь к этому вопросу? Я думаю, да, потому что сегодня мы реально понимаем, что наряду с фронтом, который есть на Востоке, есть еще дипломатический фронт, информационный, и дипслужба сегодня на переднем краю, и они нуждаются в новом законе. И президент, я уверен, подпишет законопроект, который мы примем. За базу будет тот законопроект, который есть, но действительно с некоторыми уточнениями. Понятно, спасибо. Вот почему так важен новый закон о дипломатической службе? Я прямо сейчас буду говорить со зрителями. Вас пока благодарю за участие в нашей программе. Владимир Писенко, Алексей Гончаренко, спасибо, что пришли. Так вот, в чем важность нового закона вот этого о дипломатической службе? Дело в том, что его нормы могут облегчить увольнение из системы МИДа тех людей, которые просто не должны там находиться, но которых очень непросто по действующему законодательству отправить в отставку. Один из таких примеров – Василий Марущенец, консул-антисемит, который оказался в центре огромного скандала. Что он натворил и как вообще оказался на дипслужбе, напомнит наша справка. Этот громкий скандал оукнулся даже за океаном. О консуле-антисемите, кроме украинских и европейских, СМИ написали журналисты известного американского ежедневника «Нью-Йорк Таймс». Содержимое закрытой страницы Фейсбука дипломатов всплыло на поверхность и шокировало всех. В своих публикациях Василий Марущенец считает, что фашистам быть почетно. Нелестно отзывается о евреях и оправдывает Холокост. И расстрелы в Бабьем Яре. А еще призывает отвоевать земли у Польши и Венгрии. Даже размещает фото в каске нацистского пехотинца. У него много друзей, в том числе и дипломатов. Кто-то лайкает его публикации, а кто-то на них жалуется. Поэтому периодически его страничку блокируют. Но как у настоящего дипломата, их у него две. Одна публичная, другая только для друзей. Оказалось, что писал все это Марущенец долгое время. С 2013 по 2015 год. Да и на дипслужбе, судя по заявлениям его знакомых, достаточно давно. Вот что пишет о нем постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Мол, еще в 2004 году Марущенца должны были из МИДа уволить. Якобы за то, что не прошел аттестацию. А его за 14 лет мало того, что не ушли, так еще и в Гамбург консулом отправили. Официальной биографии Марущенца МИД не разглашает. Вот что известно о нем из прессы. Родом горе-дипломат из села вблизи венгерской и румынской границы, в Закарпатии. Его отец служил в немецкой армии, а сам Марущенец начал трудовой путь учителем немецкого. Слывет давним поклонникам Гитлера. Свастика ему видится даже в орнаменте здания Минюста. В 80-х он вступил в народный рух Украины. Дважды даже пытался попасть в парламент. Но довелось только поруководить родным селом. В 1996 году он переехал в Киев, закончил дипломатическую академию и с начала 2000-х пришел в МИД. Кроме немецкого консульства работал в посольстве Казахстана. После громкого скандала консула Украины в Гамбурге отстранили. В отношении Василия Марущенца начато дисциплинарное производство. Отреагировал и министр Павел Климкин. Пообещал детально разобраться в этой истории. На сайте консульства теперь о Марущенце даже нет упоминания. О немецкой его версии и вовсе не показывает, кто из дипломатов в украинском представительстве работает. Это подробности недели. И вот о каких темах мы будем говорить дальше в нашей программе. Хотели как лучше, а получается как всегда. 33 несчастья в Госбюро расследований. Почему ФБР по-украински выглядит так нелепо? И есть ли шанс, что оно заработает на полную? Реформа субсидий или отсев льготников? Кому можно попрощаться с помощью государства? И что оставили получателям субсидий? Революционная королевская свадьба. Какую встряску монаршей семье устроили принц Гарри и его невеста? И какой будет эта свадьба века? Не прошло и полгода, как депутаты услышали жалобы директора Госбюро расследований. Еще с осени прошлого года Роман Труба говорил, что действующее законодательство не позволяет запустить полноценную работу этого украинского аналога ФБР. Набор оперативников заблокирован. И вот наконец-то политики начали работу над поправками. А что меняется? И есть ли шанс, что уже в этом году Госбюро все же заработает? Выясняла Инна Томина. Еще один несмелый шаг Госбюро расследований сделали на этой неделе депутаты. Спустя долгие месяцы они наконец определили правовые и кадровые принципы работы ГБР. Но эти временные перспективы довольно условные и очень оптимистичные. Ведь документ прошел только первое чтение. И успеют ли депутаты со вторым до летних каникул? Большой вопрос. А значит пока Госбюро как бы и есть, но его как бы и нет. Хотя на орган уже в этом году потратили более полумиллиона гривен. Большая часть денег ушла на зарплаты. На самом деле сейчас единственная и ключевая проблема – это набор персонала, который будет работать в центральном аппарате и в отдельных территориальных подразделях. Сейчас как раз активно набирают сотрудников. Нужен штат в полторы тысячи человек. Пока в бюро работают 11 вместе с директором. Центральный аппарат, 19 отделов и 7 центров в регионах. Таким должно быть Государственное бюро расследований. Но это в обозримом будущем. А пока у бюро даже нет своего офиса. ГДР ютится тут, в Кабмине. Как главным расследователем страны живется на Грушевского, идем проверять лично. Директор Роман Труба встречает нас в той же вышиванке, что и в парламенте. В своем небольшом кабинете. Пока это главная штаб-квартира бюро. Говорит, сейчас больше и не надо, ведь украинская ФБР занята канцелярией. Мы только начинаем тендерные процедуры о покупке рук, паперы и другого канцелярского обладания. На все это добро 80 миллионов гривен. Но кроме канцелярских тендеров, главная задача ГБР сейчас – кадровые конкурсы. Роман Труба надеется, что первые дела ГБР начнет в сентябре. Но чем, собственно, будет заниматься бюро? Оно должно вести досудебное следствие вместо прокуратуры. И в его компетенции будут вип-дела. Все злочины, которые совершены высокопосадовцами, начиная от президента Украины, повноважения которого потеряно, а также представители уряда, это все правоохранители, это суды, это народные депутаты, это работники САП, работники НАБУ. Вообще ГБР называют украинским ФБР. Но все же сравнение напрашивается. Ведь задумывали ГБР по ФБРовскому образу и подобию. Правда, создают в национальных традициях. А вот что же приняли за стандарт? Дмитрий Анопченко готов провести экскурсию туда, куда попасть непросто. Штаб-квартиру Федерального бюро расследований в Вашингтоне показывали в сотнях фильмов. Но видели вы, скорее всего, декорации. Ведь снять здание непросто. Нужно специальное разрешение. Благодаря Голливуду о ФБР знают во всем мире. Но судят о работе всемогущей структуры в основном по сериалам, в которых, вы удивитесь, много правды. И все потому, что тут настолько заботятся о репутации, что создали спецотдел, где любую книгу или сценарий, если в них бюро упоминается, прочитают и проконсультируют, что может быть в реальной жизни, а что совсем уж выдумки. Так что да, это не преувеличение. Агенты ФБР круглые сутки ходят с оружием. Причем у большинства стволы личные. Да, это работа мужская. До 1972 года тут вообще работали всего три женщины. Сейчас их 15 тысяч, но на ключевых позициях мужчины. Да, это не слухи. Король рок-н-ролла Элвис Пресли всю жизнь просил завербовать его в ФБР. Но его так и не взяли. Ну а если серьезно, то громкие и загадочные преступления, о которых и снимают кино, это лишь малая часть того, чем занимаются вот здесь, в ФБР. К примеру, здесь проверяют всех тех, кто претендует на работу на государственной службе. Это исключительная прерогатива ФБР. Ну а в целом, в юрисдикте Федерального бюро расследований свыше 200 преступлений. Экономический шпионаж, киберпреступления и, конечно же, терроризм, но не только и не столько сверхзадачи. К примеру, если пропал ребенок, которому нет 12-ти, искать его будет не полиция, а ФБР. И если в интернете проявится так называемая хейт-групп, группа ненависти, искать ее будет ФБР. Формально у бюро нет конкуренции с ЦРУ, функции четко разделены. Центральное разведывательное управление следит за происходящим за пределами страны, а право собирать информацию о самих американцах дано только ФБР. Полиция действует сама по себе, в бюро она не подчиняется. Но если преступление государственной важности, то все как в кино. Федералы забирают дело себе. В ФБР работают сейчас 35 тысяч человек. В бюро не возьмут, если человек моложе 23 и старше 37. Из тех, кому за 40 оставили только супер-профессионалов. Зарплата спецагента порядка 120 тысяч долларов в год. На руки это порядка 7 тысяч долларов ежемесячно. Для Америки очень даже неплохо. Тут мне сказали, бюро принципиально аполитично. И этим гордятся. И когда в ходе избирательной кампании Хиллари и демократы утверждали, что бюро к ним слишком пристрастно, а Трамп и республиканцы говорили, мол, недостаточно пристрастны, в этом здании руководствовались лишь одним принципом. Максимально дистанцироваться от политики и политиков. Мол, власть меняется, а ФБР остается. И похоже, это самый главный принцип, который украинское ГБР может перенять у своих американских коллег. Но этот принцип пока точно не для украинских реалий. У нас даже самые кристальные антикоррупционные планы разбиваются о политические амбиции и страх. Уже сейчас активисты критикуют кандидатов в госбюро расследований, мол, недостаточно чисты. Мы видели, провели аналитику недавно, особенно того, кто подався. Там, почти 30% это, конечно, работники прокуратуры, той самой нереформованной прокуратуры. Тут может быть проблема с кадрами, старыми методами работы. Вот это у нас такое. К тому же до сих пор непонятно, как ГБР, ГПУ, НАБУ и САП будут делить полномочия. Но главное опасение – независимость работы бюро. Ведь ГБР будет расследовать уголовные дела против чиновников высшего ранга. А значит, все может превратиться в тот еще Голливуд по-украински с качественным шоу, без реальных наказаний. Инна Томина, Дмитрий Анопченко, Богдан Савруцкий. Подробности недели – телеканал Интер. Нельзя одолеть коррупцию без приватизации. Именно так необходимость продажи госкомпаний обосновывают в Кабмине. Сегодня в Украине больше трех тысяч госпредприятий. От крупных заводов до мелких контор. И в правительстве открыто называют многие из них очагами коррупции. Большую приватизацию обещают уже этой осенью. Начнется она с продажи «Центрэнерго». Это одна из крупнейших энергетических компаний Украины. В ее состав входят три электростанции. Углегорская, Змиевская и Трипольская. Их выработка составляет около 14% от общей мощности электростанций в нашей стране. А какие еще предприятия будут проданы? И какую сумму бюджет получит от приватизации уже в этом году? Такие вопросы мы задали Максиму Нефедову, первому заместителю министра экономического развития и торговли Украины. Вот что он ответил. Как колишний инвестбанкер, я могу вам сказать, что нема никакой гарантии, нема никакого 100% метода, как успешно продать те или иное предприятие. Треба выставлять весь пул на продаж, треба активно спілкуватися с потенційными покупцями. И, власне говоря, что из этого и будет реализовано. Сейчас уряд затвердил перелик с 25 предприятий большой приватизации. Это такие компании, как Турбоатом, Центренерго, Одесский припортовый завод, Сумихимпром, Электроважмаш тощо. Также это несколько сотен объектов малой приватизации. Это меньшие компании, это, скорее всего, виробничие майданчики або объекти нерухомостей, которые потенційный инвестор может использовать для того, чтобы разгорнуть там свое виробничество. Мы надеемся, что этого года мы увидим одну-двух больших транзакций и, принаймні, несколько десятков малых транзакций. Про конкретную сумму мне сейчас, пока еще не заведены лоты в систему, конечно, говорить сложно, но, конечно, мы ожидаем, что этого года мы продадим суттево больше, чем даже за несколько прошлых лет вместе взятых. Кстати, о приватизации стратегических предприятий говорили сегодня и в Верховной Раде. Владимир Гройсман пообещал, что контрольный пакет Турбоатома останется у государства. По словам премьера, цель в том, чтобы найти международного партнера и увеличить число сотрудников предприятия вдвое, до 7 тысяч человек. Впрочем, большие приватизационные планы в Кабмине строят уже не первый год. А потом оказывается, то покупателей нет, то желание продавать исчезает. И критики говорят, мол, нужно дождаться, когда вырастет экономика, а потом начинать приватизацию, чтобы не распродавать госсобственность за копейки. Как со всем этим быть? И получится ли провести честную и прибыльную приватизацию? Обсудим с нашими гостями. Экономический эксперт Тарас Казак и политолог Тарас Загородний в студии. Подробности недели. Здравствуйте. И спасибо, что нашли для нас время для общения. Добрый вечер. Первый вопрос, наверное, будет общим для вас. Вот стоит ли сейчас уже начинать большую распродажу, приватизацию госсобственности? С одной стороны, да, действительно, это кладезь коррупции. Тут не поспоришь. Но с другой стороны, экономика у нас сейчас, согласитесь, не на том уровне, чтобы выручить достойные деньги. Не распродадим ли мы это все за копейки? Кто хочет начать? Я могу начать. Давайте, Тарас. Знаете, завжди вчасно продавать саме сегодня. Бо завтра будет поздно. Например, мы знаем Одесский припортовый завод, который еще пытался продать Тимошенко под час своей каденции. И даже были уже первые операции. Практично, Коломойский внес майже миллиард долларов за этот объект. Оценивался он в полтора миллиарда долларов. На сегодня оценка его будет приблизительно 50 миллионов долларов. То есть, этот завод перетворился на нерухомость. Если у него нет господаря, то это предприятие обкрадается чиновниками, разкрадается, на него навешаются деньги, и, решетом, эта цена падает до нуля. А не будет ли так, что еще через 5 лет он 2 миллиарда может стоить? Это не возможно. Как профан. В украинских ситуациях это не возможно. Мы знаем, что такое украинские чиновники. Они всегда найдут возможность из украинского прибуткового предприятия заработать або сбитковое, або... То есть, понятно, ваш главный меседж, все это дешевеет, пока мы умело им не распоряжаемся. И разкрадается. Понятно. И еще одна маленькая секунда. Что все предприятия есть метою людей, которые хотят идти в политику, чтобы все это на это предприятие. Они пребываются в политику, седают на это предприятие и дают такое предприятие. Ясно. Тарас, а ваша точка зрения? Ну, я не погоджусь с такой думкой, что это совсем джерело коррупции. У нас, в принципе, 80 активов давно приватизованы. Только что с коррупцией не возникает, только сроста. Что касается майна, которые являются в государстве, я погоджусь, что какие-то дробные объекты, которые государство не должно заниматься. Например, государство не может заниматься производством горелки. Это могут спориться спокойно приватные предприятия. Або какие-то коньярства, або предприятия, которые уже давно исчезли, и там, фактически, они або распродаются в качестве оренда. Но я против приватизации стратегических предприятий. В первую очередь, турбоатому, потому что его могут купить конкуренты и просто знищить ее как конкуренты, потому что это высокотехнологичный конкурент. Действительно, ведь можно прийти сейчас за копейки скупить, да? Купить тоже турбоатом, донеси его до банкротства и убрать конкурента. Тут же хитрость, хитрость, хитрость. Поменяли же законодавство. И теперь судиться, если за невиконание инвест-забовязаний, нужно в Лондоне. А кто будет судиться? Держава. И она всегда будет програвать. Вот в чём и хитрость. Те самое касается Одесского припортового завода. Одесский припортовый завод сейчас остановился в такой ситуации через завищенные цены на газ. Он фактически не может работать. Он уникальный не только, что это просто предприятие, которое производит. Это контроль над рынком добрых, который всегда будет возрастать. И он еще перевалочный пункт из амяка проводов, который идет из Российской Федерации. Поэтому, в данном случае, лучше навести лад на этом предприятии, зарабатывать на этом предприятии, и государство должно контролировать. Это касается других больших предприятий, которые, я считаю, не нужно продавать, а навести там лад, это целиком возможно. А вопрос в том, мы всегда должны раховать приватизацию, когда говорят, что придет эффективный властник, и все налагодится. А я вам скажу, эффективный властник податков не будет сплачивать. В нашей стране, например, податки, в том числе и иноземцы, которые нам говорят, что они великие и прозорые, они сплачуют тоже копейки, где-то приблизительно 3%, потому что они оптимизуют, как и все другие предприятия. Это же податок на прибуток. Кроме податков на прибуток, есть белая зарплатная, которую они сплачуют. Это тоже идет налога, когда диджет наполняет. Все большие предприятия сплачуют белую зарплату. Все большие предприятия сплачут большую зарплату. Инший, я погоджусь, а все інше, средний бизнес уже давно работает за нормальным. Хорошо, я вас пока слушаю, плюсов и минусов, по-моему, одинаково, по-моему, прозвучало в этой студии, вот как вас, как сторонника, то есть этой приватизации. Есть случаи, когда государственные предприятия управляются непоганно. Такие случаи просто на пальцах одной руки можно проработать. Хорошо, кто это будет оценивать? А где гарантия, что... Не нужно, требует продать. Никто же не говорит о создании комиссии, которая будет оценивать, выгодно нам продавать это или нет. Все же украинцы думают, мы живем в стране с таким уровнем коррупции, что продадут из-под полы своим то, что нужно, понимаете? Посмотрите, если бы мы продали 10 лет назад, то мы бы уже эти деньги давно получили, и это были бы приватные предприятия, которые бы платили податки в государственный бюджет. На сегодня они сбыточные, больше их частина. То же Укроспирт, вдумайтесь, вырубляет миллионы тонн спирта, и они сбыточные спирт, купе, который стоит, продается за большинственные деньги. Хорошо, Тарас, ну вот вы сторонник все-таки приватизации. Тогда давайте уже поделим этот пирог, пока еще не существующий. Сколько мы можем выручить? Ну, хотя бы в этом году и вообще от глобальной приватизации цифры? закладены цифры в бюджет. В бюджет закладено трошки больше, чем 21 млрд грн. Это достаточно много. Но это как который год уже закладывает, да ничего не получает. Раньше закладывали 17 млрд, а в этом году 21 млрд, это всегда завышенный показник. Минулого года Украина продала майна на 3 млрд 400 млн. Всего-навсего, это очень невеликие обсяги, и то купил фактически один властник Ахметов колько энергокомпаний. Если мы перейдем до реальной приватизации, а закон ухваленный на начале этого года, дозволяет все-таки залучить инвестиционных радников, которые найдут покупца, потому что ранее важно было найти, чтобы никого не найти. То сегодня, если это правда будет шукать, он зацикавленный продать какого-то дороже, это северная большая компания, Эрст-Эн-Янг, например, которая будет продавать одесский завод. Он справедливо может заработать на этом достаточно непогано, он зацикавленный продать дороже. Понятно, Тарас. А вот вы верите, что в нынешней политической ситуации уже в нашей стране нашими предприятиями могут заинтересоваться серьезные западные инвесторы, солидные? Не верю. Почему? По-перше, ну там, те, что какие-то радники прийдут, взагалі, якщо підприятие цікаво, они без радников прийдут, тому що все все розумеют, бизнес, бизнес сам все знают, это раз. По-друге, в країне нестабильна, в первую очередь, политична, и мы все же все равно находимся в стане війни. В стане війни, пока мы находимся, все предприятия будут завжди с дисконтом продаваться, потому что это очень рискованные инвестиции. И поэтому в данном случае, ну, принаймні, великое предприятие, я вважаю, недосильно зараз продавать, а лучше налагодить або снизить ингредиенты цены на газ, как за год. Ну, я понял точно, не последний раз мы с вами встречаемся и, наверное, обсуждаем этот острый вопрос. Спасибо. Тарас Козак, Тарас Загородний отвечали на мои вопросы. Наступает и для тех, кто получает субсидии. Почти 60% домохозяйств в Украине могут платить по нынешним тарифам только с госскидкой. И половину этих людей затрагивают новые правила субсидирования. Дошло уже и до конфликта в правительстве. Вице-премьер Павел Розенко призвал пересмотреть одобренные к обминам нормы. Чем закончится этот спор и кто может остаться без субсидии? Самое время подумать сейчас, чтобы во время отопительного сезона не было неприятных сюрпризов. Тему продолжит Евгения Коваленко. Работать на коммуналку. Миллионы украинцев половину своих доходов отдают за тепло и воду. А 65% сидят на субсидиях. Такого больше нет нигде в мире. Но уже со следующего отопительного сезона многие потеряют право на льготы. В правительстве придумали новые правила назначения субсидий на коммуналку. Теперь уже их не будут начислять, если площадь вашей квартиры превышает 120 квадратных метров. Или 200, если у вас дом. Кроме того, о субсидии могут забыть владельцы авто, которому меньше 5 лет. А также, если вы покупаете что-то больше, чем на 50 тысяч гривен. Купили дорогую технику или заграничную путевку, теперь налоговики смогут отслеживать все платежи, которые превышают лимит. Всего в Украине около 50 тысяч семей, которые получали субсидии на элитное жилье. Вот чиновники и решили, если есть большой дом или квартира, значит и платить владельца за коммуналку могут сполна. В министерстве соцполитики объясняют, хотят помогать только тем, кто действительно нуждается. А такие инновации из-за массовых злоупотреблений. Как правило, такие люди живут в элитном жилье или после оформления жильевого субсидии совершают дороговартистные покупки на сотни тысяч гривен и при этом декларуют либо отсутствие доходов, либо их незначный размер. По разным подсчетам, из-за новых правил без субсидий останутся около 2 миллионов семей. Это те, кто не пройдет норму по недвижимости или доходам. Это управление соцзащиты одного из районов Киева. Что ни день, тут аншлаг. Люди переоформляют субсидии. Теперь в декларации нужно указывать еще и доход от аренды и заработок всех прописанных в квартире. Татьяна пришла на консультацию. У нее поменялся состав семьи. У меня выписалась дочка с внучкой. Я осталась одна в этой квартире. Мне спросили, были ли покупки на 50 тысяч. Я сказал, что не было. Квартиру не сдаю, ничего. И Татьяне снова назначат субсидию. По крайней мере, женщина очень на это рассчитывает. Ведь ежемесячные коммунальные счета около трех тысяч, пенсионерки не по карману. А вот среди тех, кто попадает в зону риска, трудоспособные, но не работающие. Кроме того, скоро в домах субсидиантов хотят проводить ревизии. Для этого должны появиться специальные инспекторы. Такой законопроект уже рассматривают в парламенте. Если примут, то ревизоры начнут охоту за богатыми и хитрыми субсидиантами. За обман штраф. Они больше будут обращать внимание на то, насколько отвечают те данные, которые были отображены в декларации и в заявлении тому, где вы действительно живете. А именно, сколько человек у вас там реально проживает. Они, возможно, будут опрашивать соседей. Это управление соцзащиты во Львовской области. На облику есть 13,5 тысяч отримывающих субсидий. Попередний анализ, который мы сделали, 5700 человек потребует повторного подания по новому подания полного пакета документов. Всех, кто повторно подает документы, должны проверять инспекторы. В управление обратилась пенсионерка. В ее доме зарегистрирована дочь, которая не живет с матерью. Нам нужно установить статус пенсионерки, если она замедленная или не замедленная. И, действительно, эта дочь, с которой она хочет уменьшить услуги и не вредить ее доходы, или она не проживает. Для этого идут с ревизией без предупреждения. Надежда Васильевна приглашает в дом. Рассказывает, унаследовала его от родителей. Уже 4 года как на пенсии. Живет одна, а дочь уехала во Львов. Инспектор заполняет документы и подписывает заключение. житловую субсидию за разрешение на одну проживающую. А после этого дело еще будет рассматривать комиссия. А для тех, кто не прошел норму по площади жилья, никаких проверок. Их автоматически лишают субсидии. Только в этом районе Киева таких 88. Им уже направили письма. Добрый день. Проходите. В нашей хоромы. 120 метров и 30 сантиметров. Как раз эти 30 сантиметров и лишили Татьяну субсидии. Говорит, еще в 2001 продали старую двушку и купили новую четырехкомнатную квартиру по очень выгодной цене. Покупали для большой семьи. Но тогда о коммуналке и не думали. А теперь без субсидии придется раскошелиться. Наш дом не имеет счетчиков по отоплению. Поэтому холодные дни и месяца у нас было и 3 600. Даже только за отопление. Теперь такая квартира семье не по карману. Даже продавать думали. думали насчет продажи обмена но подрастает ребенок вот уже 17 лет скоро будет как бы размен либо будем менять на 2 квартиры не знаю. Отберут субсидию и у зарабетчан которые не имеют официальных доходов и более двух месяцев находятся за границей. Людина вымешена поехала працювать в Польшу а вы тут не зарегистрировалась а ее родина отримает субсидии а в тот же час она перераховывает какую-то часть на поддержку с одного боку действительно это доход но с другого это человек вы не можете дать ей работу именно низкий уровень доходов главная проблема украинцев ведь когда люди смогут платить за коммуналку со своих зарплат и пенсии тогда исчезнет потребность и в субсидиях и в ревизиях Евгения Коваленко Галина Якушко Ирина Диченко Василий Миновщиков и Владимир Дедов Подробности недели телеканал Интер Сегодня в Украине вспоминают жертв геноцида крымских татар 74 года назад началась депортация этого народа из Крыма сотни тысяч людей на долгие десятилетия заставили покинуть родные дома многие смогли вернуться уже только в независимую Украину по всей стране идут траурные митинги в Киеве на Софийской площади прошел вечер реквием при участии президента Украины Петра Порошенко и представителей Меджлиса Крымско-татарского народа Без року три четверти столетия отделяют нас от тієї трагичных событий идут життя свидетельств но вспоминания облаштованной Москвою геноцид крымско-татарского народа остается в исторической памяти крымских татар татар и в памяти всього украинского народа где примусовое выселение было одни из найбільш злочинных и брутальных операций тоталитарного коммуно-московского режима право крымских татар вольно жить на своей земле будет обязательно восстановлено я уверен что неминучесть торжества исторической справедливости мы до этого очень готовимся и за год работа создана Конституционной комиссией работала важливые предложения в отношениях до раздела 10 Конституции Украины они эти изменения должны закрепить невидимное право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самовизначение в складе незалежной украинской державы трагедия в Соединенных Штатах в Техасе очередная стрельба в школе точное число погибших пока неизвестно но американские СМИ говорят не менее восьми по словам местного шерифа среди пострадавших и ученики и сотрудники школы ранения получили еще не менее 12 человек в том числе и полицейский преступник уже задержан по предварительной информации он действовал не в одиночку и был учеником той самой школы Игра человеческими жизнями кто обрекает на смерть пациентов с тяжелыми заболеваниями посольство или врата ада что открыл в Иерусалиме американский президент и к каким последствиям на Ближнем Востоке это может привести революционная королевская свадьба какую стряску монаршей семье устроили принц Гарри и его невеста и какой будет эта свадьба века вы смотрите подробности недели мы возвращаемся в прямой эфир 5 месяцев без необходимых препаратов тысячи украинцев с редкими тяжелыми заболеваниями страдают от перебоев с лекарствами в этом году ситуация опять кризисная почему Минздрав никак не может решить эту проблему и кто должен отвечать за то что пациенты остаются без лечения цена которому жизнь выясняла Любовь Кукла между диагнозом и приговором их болезни не на слуху а со своими бедами они один на один и тратят на лечение десятки тысяч в месяц не для того чтобы выздороветь а чтобы просто жить страшно умереть молодым это люди с орфанными а простыми словами редкими заболеваниями их просто не видят их просто не видят не видят или не хотят видеть хотя лекарствами людей с орфанными болезнями обязаны обеспечивать государство бесплатно и бесперебойно так гласит закон но вот уже пять месяцев они не получают необходимых препаратов и по уже нездоровой традиции в борьбе за жизнь вышли под стены Кабмина но глава Минздрава полна трудового оптимизма Уляна Супрун говорит мол треть всех денег от госзакупок идет на орфанные болезни но пока сотрудничество явно хромает и люди не получают деньги из-за бюрократической амнезии в Кабмине когда составляли национальный перечень необходимых лекарств забыли туда включить орфанные препараты на сегодняшний день орфанные пациенты обеспокоены введением национального перечня постанова 180 Кабмина которая на сегодняшний день предвидит закупки порядка 420 препаратов из этих препаратов нет орфанных препаратов которые необходимы для лечения орфанных пациентов пациенты просят создать отдельный перечень для людей с орфанными болезнями они уже привыкли бороться со своим недугом и с бюрократической машиной на них у государства постоянно не хватает то денег то времени в Украине даже диагностировать редкие болезни могут не всегда лишь 5% знают свой диагноз и как это не цинично часто врачи не хотят бороться за людей с орфанным наследством одной из мам врач сообщил диагноз в следующей форме с этим слишком тяжело жить вам постоянно придется бороться отпустите сейчас сейчас вам пережить это будет легче то есть из-за редкой болезни попросту советовали отказаться от малыша но от ребенка не отказались знакомьтесь это Юля отлично я отличница с первого класса на доске почета вешу сейчас Юля 13 девочка очень талантлива она хорошо рисует и прекрасно учится и мечтает стать танцовщицей но у Юли есть особенность чтобы жить ей каждый день нужно принимать лекарства у нее муковисцидоз все секреции которые у Юли у человека в организме вот они все густые то есть потому нам приходится быть на всех препаратах вы видели какие препараты для печени для почек для поджелудочной что с ребенком что-то не так родители заподозрили когда Юле было всего две недели но диагноз поставили только через 4 месяца причем в Германии в Украине не смогли если мы прекратим лечение хотя бы на 3 дня ну наступит реанимация а дальше неизвестно организм Юли почти не усваивает еду поэтому хрупкой девочке подростку приходится есть больше чем крупному мужчине самое любимое это наверное пирожки с маком а вот необходимое это пилюли и ангалятор на лечение Юли каждый месяц уходит примерно 80 тысяч гривен финансируют таких пациентов в местные департаменты здравоохранения когда происходят перебои приходится просить помощи у волонтеров вы знаете мы пока были маленькие я не знала а что будет то там грань 18 что будет и я поняла что дальше нас ничего не ждет они вообще такое впечатление что думают что 16 а дальше они исчезают андрей путников микробиолог без пяти минут кандидат наук что такое быть забытым государством узнал на личном опыте мужчине 41 у него акромегалия заболевание оно редкостное оно нечастое оно встречается где-то порядка там 10 20 30 человек на миллион разрастаются кости вот разрастаются все мягкие ткани вот крещи вот изменяется очень портрет лица такую болезнь еще называют гигантизмом и она может проявиться в любом возрасте Андрей узнал о диагнозе всего 4 года назад но оказалось болеет он намного дольше лет 10 время было упущено у меня увеличился размер там руки размер стопы изменились там черты лица то что уже можно было видеть сравнивать по фотографиям разошлись челюсти сейчас у Андрея вторая группа инвалидности но болезнь развивается так стремительно что врачи уже говорят о первой чтобы не умереть мужчине приходится принимать очень дорогой препарат 1000 долларов одна инъекция которая необходима раз в месяц пожизненно за год на лечение уходит больше 300 тысяч гривен это все я оплачиваю себе сам значит есть закон у нас об арфанных больных есть у нас постанова 160 кабмина которая нам гарантирует бесплатное государственное лечение но к сожалению ни закон ни постанова она не выполняется в Минздраве даже не знают точно сколько на самом деле в Украине пациентов с арфанными заболеваниями на сегодняшний день окончательно сведенного реестра так чтобы ответить по количеству этого заболевания нету и это сотни тысяч человек которые в борьбе за жизнь пока вынуждены рассчитывать не на государство а на собственные силы или милость добрых людей Любовь Кукла Сергей Килимник и Оксана Алексеева подробности недели телеканал Интер Верховная Рада на этой неделе решилась поддержать революционный законопроект о трансплантации впрочем представители оппозиции проголосовали против если президент подпишет принятый законопроект то уже до 1 октября должна быть создана единая государственная информационная система трансплантации в этом реестре будут все люди которые документально зафиксируют свое желание стать донором согласие также могут дать близкие родственники в случае если сам человек умер при жизни и не успел это сделать таким образом украинский вариант трансплантации весьма консервативный это презумпция несогласия в отличие например от соседней Беларуси где действует презумпция согласия если человек при жизни не зафиксировал отказ стать донором то его органы можно использовать по умолчанию кстати Беларусь стала одним из лидеров в Европе по трансплантации и направлением для медицинского туризма в том числе и из нашей страны принятый законопроект запрещает заключение каких-либо договоров по донорству трансплантация должна финансироваться государством и это не единственный запрет в документе нельзя изымать материалы у умерших детей сирот у людей чья личность не установлена а также у погибших на Донбассе сторонники нового закона уверяют что он может спасти жизни тысяч украинцев я хотел бы наголосить что в Украине щодня помирает 10 людей через отсутность органов для пересадки лишь одиницы отримают шанс на операцию с трансплантацией вы знаете как с дня на день жить надея на то что ты можешь выжить а в конце ты понимаешь что все шансы втрачены лекаря на сегодня без силы наши фаховые профессори через то что у них связаны руки законодавчо и государство должна втрутиться в этот процесс в развитых странах трансплантация и стандарты лекаря при болезнях заболеваниях нерок сердца печенки легенов и других а Украина отстает на сегодня на 20-25 лет на сегодня мы сделали только 8 пересадок сердца при необходимости тысячу на год я уже не буду говорить про другие потребы редкий гость Верховной Рады глава Нацбанка Яков Смолей в прошлый раз был в зале заседания еще в марте когда депутаты утверждали его в должности и вот еще один раз пришел чтобы лично проконтролировать как депутаты будут голосовать за новый закон о валюте который должен существенно изменить правила финансовых операций депутаты приняли законопроект в первом чтении второе обещают не затягивать а что конкретно изменится и кто получит выгоду от нового закона эти вопросы мы задали представителю Национального банка и вот что нам ответил Олег Чурей зам Якова Смолия если коротко это шлях до цивилизованного света все операции малого бизнеса на сумму на сегодня это сумма валютного монетурингу 150 тысяч гривен они будут полностью освободиться от экспортно-импортного контроля если говорить о физических человек то физические люди могут инвестировать свои деньги свои зарплаты за кордон купить иноземные акции иноземные ценные паперы размещевать кошти також на депозитах без индивидуальных ліцензий которые на сегодня Национальный банк вимушеный надавать оскільки это вимога нынешнего законодавства то есть очень много перевага еще такой плюс что на сегодня дает очень репресивное законодавство стосовно санкций за порушение сроков розрахунки по экономическим контрактам то есть даже за невеликое порушение правоохранные органы могут полностью перезапинить деятельность предприятия мы эту репресивную норму полностью выделили из нового закону вчера Верховная Рада также приняла у первого читания закон про захист прав кредиториев это очень позитивный крок и он позволит украинским банкам уменьшить свои риски стосовно кредитования то есть этот закон если он будет принят в другом читании немного уменьшит риски банковской системы при кредитовании как физических так и бизнесу и мы ожидаем все-таки увеличение кредитования после того как этот закон вступит в действие победа Украины во Франции в Каннах нашего Сергея Лозницю назвали лучшим режиссером и именно его фильм Донбасс основанный на реальных событиях открывал фестивальную программу особый взгляд подробнее об этом фильме об успехах украинцев в Каннах и о самом фестивале чуть позже ну а пока о совсем не киношных реалиях на самом Донбассе неожиданное обострение только за минувшие сутки было 60 обстрелов и все они прицельные семеро украинских военных ранены двое мирных жителей погибли в том числе 13-летний мальчик почему боевики стали стрелять интенсивнее и как прошел сегодняшний день на фронте Ирина Баглай расскажет Десяток населенных пунктов фронтовой сводки за неделю Лоскутовка в 15 километрах от передовой расстреляна из ствольной артиллерии боевиков Новгородская где за 10 минут разорвалась в огородах людей 8 мин Нелеповка Воздвиженка Николаевка Светлодарская школа в которую снаряд попал во время школьной линейки все обходилось к счастью без человеческих жертв до минувшей ночи когда снаряд попавший в дом забрал сразу две жизни это было прямое попадание дом буквально разнесло на щепки отец Юрий и младший сын Дима погибли на месте мама Светланы и старший сын Андрей ранены парень с израненными осколками ногами выскочил из дома и кинулся к соседям все произошло буквально за четверть часа 15 снарядов разорвались на небольшом участке где живут мирные люди Кирилл военный он один из первых приехал сюда узнав что есть гражданские жертвы было быстро все в пыли прибежали погрузили на руки и вынесли его в машину был он стабильный если не ошибаюсь у него было в правую или в левую ногу ранение военные уже знали куда бежать говорят точно такой же обстрел был двумя неделями ранее но тогда семью беда миновала это было 2 числа мы тоже этого мужика с детьми мы тоже там их вытаскивали вот так 1 мая было в нашу хату вот так сам обсудить только немного передвинулось только уже на уничтожение предположение что это могло быть случайное попадание исключено и это демонстрируют вот эти воронки вот одно попадание и у меня за спиной второе они на одной линии бачима звідки вход снаряду иде там у нас находится саме цей будинок який обстреляли перед нами звідки вівся вогонь это населенный пункт Стаханов направление подтвердили и в наблюдательной миссии обстрел вівся саме задние гарматы яка навмисно здействовала в місті в одній в темноте Вячеслав Крестный погибшого 13-летнього Димы до сих пор не може поверить в то, что случилось по всем Олимпиадам ездил по Украине первые места позанимал отличное самое лучшее в деревне было потому что самые нормальные помогали людьям и сами жили хорошо после этой ночи люди боятся возвращаться в дома признаются хотя они и пережили обстрелы градами но смерть ребенка ранила все все боятся никто же не знает кто будет следующий вы не представляете ты не спишь а ждешь рассвета так хочу того человека узнать как он сегодня ходит по земле после этого это что хата знает хата это так а я кто это нажимал что это работа мне просто хочется спросить у него мы что воюем мы вообще вообще ни при чем Ирина Баглай Евгений Пахарчук Игорь Щепет из Луганской области подробности телеканал Интер завершился большой визит Курта Волкера в Украину спецпредставитель госдепа США один из тех западных дипломатов которые всегда стараются лично составить впечатление о ситуации в нашей стране он побывал на Донбассе непосредственно в зоне боевых действий встретился с жителями представителями ОБСЕ и неправительственных организаций поговорил с командующим объединенными силами Сергеем Наевым и с главой СБУ Василием Грицаком ну а уже в Киеве Волкер встретился с президентом Петром Порошенко и представителями парламентских политсил причем как из коалиции так и из оппозиции сегодня посольство США в Украине опубликовало видео об итогах визита Волкера У нас было захватывающее путешествие на восток Украины оно началось с въезда в Славянск потом мы поехали в Попасную встретились с переселенцами и местными жителями мы встретились с наблюдателями ОБСЕ и других международных организаций также поучаствовали в церемонии посвященной оглашению проекта помощи от USAID стоимостью 128 миллионов долларов все это очень важно ведь нам необходимо делать акцент на негативных последствиях этого конфликта это ужасное гуманитарное последствие проблемы внутренне перемещенных лиц вспышки туберкулеза которые влияют на общую картину состояния здоровья негативное влияние на окружающую среду отсутствие экономических возможностей угроза населению от мин невзорвавшихся снарядов и снайперов наиболее впечатляющим в путешествии было увидеть силу и стойкость украинцев они сильно пострадали от этого конфликта во всех аспектах но несмотря на все это остаются сильными с решительными намерениями восстановить мир и мы приложим все усилия чтобы поддержать их стремление достичь мира о том как остановить войну на Донбассе говорили сегодня в столице Хорватии Загребе там состоялась конференция опыт балканских стран в мирном решении конфликтов в ней участвовали политики из Сербии, Черногории Боснии, Македонии и Австрии нашу страну представляли депутаты оппозиционного блока место для дискуссий выбрали не случайно страны бывшей Югославии сумели перейти от острой конфронтации по многим вопросам к мирному сотрудничеству дискуссия была очень полезная все доклады которые мы сегодня послушали будут они проанализированы и выработаны свои рекомендации первое военного решения конфликта на Донбассе не существует об этом говорили абсолютно все есть исключительный политико-дипломатический способ решения конфликта на юго-востоке Украины второе никто за нас наши проблемы не решит ни Курт Волкер ни Сурков ни какие-то иные посредники мы сами должны взять судьбу своей страны в свои руки от этого конфликта сейчас на карту поставлена судьба страны и будущее нашей страны создание таких международных площадок сегодня позволяет нам приложить все усилия чтобы лучшие мировые практики объединяя наши возможности применить в Украине полтора миллиона внутренних переселенцев именно столько украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны по разным оценкам только около половины из них смогли нормально устроиться на новом месте а что с остальными и как государство должно помогать переселенцам аудит государственной политики в этом направлении провела Павлина Василенко люди хуже живут жаловаться не люблю это уже вторая война на памяти Ольги Григорьевны Е-91 из Луганска она с семьей чудом выехала последним поездом в 2014-м поселилась в санатории Победа в Орзеле недалеко от столицы дети и внук переехали в Киев там нашли жилье и работу а женщина остается в санатории пока все устраивает но что будет дальше договор аренды переселенцы перезаключают каждый год а недавно им объявили проживание может подорожать в три раза вот сейчас сказали 1400 платить то по 500 платили 4 года назад переселенцы занимали весь этот корпус теперь осталось всего 30 человек в основном пенсионеры люди с инвалидностью и многодетные семьи те, кому идти некуда все работает все вот душевая кабинка помыться можно всегда а это модульный городок в Никополе тут как и в санатории под Киевом то, что казалось временным стало постоянным переселенцы обитают здесь уже 4 года хотя сама конструкция рассчитана на 3 Татьяна Ивановна говорит уже и обжиться успели стоит такое удовольствие 150 гривен с человека это и аренда и коммуналка мы благодарны что нас приятели во-первых потому что квартиры очень дорогие вот это денег конечно у нас нет хотя нам обещают еще жилье какое-то предоставить мы надеемся на это рядом с городком амбулатория детсад и школа там учится старшая дочь Дарьи и Андрея семьи из Донецка их младшая дочь родилась уже здесь то, что малое место у них в Донецке был свой дом семью не огорчает Андрей надеется заработать на новое жилье здесь все спокойно никто никогда не торопится размеренная тихая спокойная жизнь никто не знает как как это куда-то спешить торопиться бежать, прятаться конечно есть беспокойство по поводу дальнейшего жилье и как там ну жить а это общежитие в Новгородке в 40 километрах от Крапивницкого реконструировали специально для переселенцев за деньги Евросоюза но популярностью оно не пользуется заполнено на треть в основном люди шукают себе постельное место життя не каждый хочет продолжить свое життя в гуртожитку в общежитии можно оформить субсидию на коммуналку так делают все здешние обитатели потому что денег едва хватает мне просто повезло что я здесь устроилась на работу 5000 это на все на коммунальные услуги на питание но так сильно в натяжку совсем натяжку то есть перспектива купить за деньги эти жилье невероятно за последние два года в Украине появилась тенденция к уменьшению количества переселенцев кто-то выезжает за границу а кто-то вынужден возвращаться на оккупированную территорию или в серую зону получается замкнутый круг ведь иногда в ответ на просьбу о помощи чиновники заявляют переселенцам у вас там есть жилье ну раз оно есть у меня на той территории ну верните мне тогда жилье или компенсируйте или как-то потому что я и моя семья вернуться туда не могут пока Украина не придет внутри не осталось ничего то есть там такие пожары были ну вот так выглядит теперь Донецкий дом этот дом на линии фронта возле Донецкого аэропорта разрушен в 2014 второй дом который Юрий строил 30 лет сгорел во время обстрела в Горловке теперь мужчина судится за компенсацию за разрушенное жилье уже три года дело пылится в суде статья 19 этого закона о терроризме как раз предполагает что в случае осуществления теракта государство из бюджета выплачивает компенсацию с последующим взысканием этих сумм с виновной стороны понятно что суммы компенсации по восстановлению украинский бюджет самостоятельно не потянет нужна международная помощь но никто ее не окажет пока Украина сама не начала платить компенсации нет доступного жилья тоже хотя программа есть на этот год для программы доступное жилье это когда половину стоимости вносит покупатель а половину государства предусмотрено 100 миллионов гривен по оптимистическим прогнозам через два с половиной месяца наконец-то программа заработает однако 100 миллионов позволит обеспечить жильем порядка 300-350 переселенцев это достаточно мало сейчас на программу подались около 5000 человек подобные проблемы в свое время испытывала и Грузия там после войны было 275 тысяч переселенцев и за 9 лет жильем обеспечили более половины для этого запустили 9 госпрограмм и активно привлекали международных доноров Украине тоже готовы помогать но все упирается в бюрократию и до сих пор нет отдельной категории в жилищном кодексе как внутренне перемещенные лица то есть даже если будут построены жилье за счет средств доноров то мы это жилье юридически не можем передать переселенцам то есть только во временное пользование еще одна проблема которую так и не решили за 4 года это реестр временно перемещенных лиц тот который есть в Минсоцполитике устарел официально переселенцев насчитали почти полтора миллиона но многие эксперты говорят это число может не соответствовать действительности Павлина Василенко Елена Брынза Сергей Бордюжа подробности недели телеканал Интер что могут сделать политики для того чтобы помочь переселенцам и какие законопроекты по этой теме уже находятся на рассмотрении Верховной Раде эти вопросы мы задали Юрию Бойко лидеру оппозиционного блока и вот что он ответил мы видим что сегодняшняя власть она вообще самоустранилась и не помогает этим людям поэтому мы взяли инициативу на себя вот в первом чтении слава богу прошел законопроект на этой неделе о том что переселенцам инвалидам которые потеряли жилье дается право стать на жилищную очередь это маленький шаг но это уже шаг на встречу следующий у нас законопроект о том чтобы возмещать стоимость потерянного жилья и имущества и этот законопроект уже зарегистрирован в парламенте и мы будем его говоря бытом языком толкать в зал для того чтобы проголосовали потом идет законопроект о том чтобы восстановить их в гражданских правах и они могли голосовать когда у них отобрали право голосовать местные громады на выборах президента для них это очень больно поэтому этот законопроект мы тоже будем лоббировать мы будем проводить его в зал и будем требовать его принятия очень много встреч бывает когда просто задают вопросы люди человек потерял жилье человек переехал в другое место не имеет работы и мы видим насколько сумасшедшая пропасть между теми нуждами которые у этих людей и позицией сегодняшней власти которая абстрагировалась и практически на них не обращает внимания вот это мы исправляем вот это мы стараемся помочь я уже не говорю о том что мы там помогаем в частном порядке какие-то фонды какие-то какая-то помощь но вот на законодательном уровне у нас есть 4 законопроекта которые парламент обязан принять и это будет сигнал для этих людей что они заботятся государству продолжу выпуск срочной новостью только что стало известно об авиакатастрофе на Кубе разбился пассажирский самолет Boeing 737 это произошло через несколько минут после взлета борт просто рухнул на автостраду недалеко от аэропорта Гаваны после падения начался пожар по данным местных СМИ на борту находилось 113 человек 104 пассажира и 9 членов экипажа выполнял самолет внутренний рейс информации о выживших пока нет канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в России встретилась с Владимиром Путиным в Сочи украинская тема была одной из главных на переговорах по крайней мере такой вывод можно сделать по сообщениям информационных агентств а о чем конкретно удалось договориться это вопрос для Татьяны Лагуновой нашего главного специалиста по Германии она сейчас на связи со студией подробностей недели Татьяна приветствую известны ли уже результаты переговоров что конкретно обсуждали Меркель и Путин да Алексей результаты уже есть визит Меркель был короткими рабочими канцлер уже летит обратно в Берлин в Сочи она по сути провела всего несколько часов но если судить по пресс-конференции то Меркель и Путин успели обсудить много тем это Сирия и Иран и конечно вопросы так или иначе касающиеся Украины например строительство газопровода Северный поток-2 и Меркель и Путин заявили после реализации этого проекта транзит газа через территорию Украины сохранится но вот объемы этого транзита это уже вопрос отдельных договоренностей вот что сказала Меркель мы говорили о той роли которую транзит газа играет для Украины мы считаем после строительства газопровода Северный поток-2 Украина должна сохранить статус страны-транзитера это имеет стратегическое значение и Германия готова содействовать в этом вопросе что касается Донбасса то здесь заявления уже традиционные Германия по-прежнему настаивает Минские соглашения должны выполняться начиная с нулевого пункта это прекращение огня Ангела Меркель также подтвердила что дипломаты сейчас готовят встречу лидеров нормандской четверки но встречаться просто так для галочки никто не заинтересован эту встречу нужно подготовить таким образом чтобы она принесла результаты наши министры иностранных дел уже начали над ней работать а советники находятся в постоянном контакте я считаю что нашим следующим шагом должна стать работа над миссией ООН и мы должны увидеть удастся ли нам согласовать общий мандат чтобы передать его в совбез ООН и тогда это тоже может стать темой для встречи лидеров четверки эта встреча должна быть предметной с надеждой на прогресс так как нынешняя ситуация абсолютно неудовлетворительна вполне возможно что какие-то даты этой возможной встречи будут названы на следующей неделе после визита в Россию еще одного лидера нормандской четверки президента Франции Эммануэля Макрона он планирует посетить Москву и Санкт-Петербург Алексей спасибо за эти новости Татьяна Лагунова была на связи со студией нашей программы интересно что накануне визита Меркель в Сочи к президенту России туда же приехал и Башар Асад президент Сирии похоже это был показательный визит именно перед встречей с канцлером Германии главной темой переговоров с Асадом стало сирийское урегулирование еще одна демонстрация того что без действующего президента Сирии найти выход из войны в этой стране вряд ли возможно еще одна горячая точка на карте Ближнего Востока и Иерусалим после открытия посольства США в Израиле именно в этом городе а не в Тель-Авиве вокруг Израиля усилилось противостояние наблюдатели уверяют может дойти до новой большой войны так ли это и как ситуация выглядит в глазах тех кто живет в этом регионе знает Сергей Ауслендер мировая пресса особенно европейская и арабская называет эти события резней в Израиле говорят это была успешная операция по защите границы масштабы жертв даже для подобных столкновений пугающие со стороны палестинцев больше 60 убитых больше 2000 раненых со стороны Израиля легко ранен один солдат Великий марш возвращения начался 30 марта сначала сотни потом тысячи протестующих жителей Газы собирались ежедневно у границы с Израилем начиналось все с лозунгов потом в солдат полетели камни затем начали жечь покрышки армия получила четкий приказ не допустить прорыва кордона любой ценой ситуация накалялась с каждым днем на протяжении всей границы это около 30 километров арабы пытались прорваться через заграждение разведка докладывала что среди них боевики Хамас и исламского джихада палестинцы начали запускать в сторону Израиля воздушных змеев с бензином вызывая пожары армия сбивала их дронами израильские власти все время подчеркивали они не имеют ничего против мирных протестов но то что происходит на границе с Газой не было мирным протестом сейчас я вас шокирую я полностью согласен с лидерами террористической организации Хамас которые делали заявление последние несколько дней Махмуд Ас-Захар один из основателей Хамаса заявил что определение действий палестинцев на границе с Газой как мирных является явной ложью это его слова это не мирные протесты заявил он я с ним согласен стрельба из оружия и забрасывание взрывчаткой израильтян не имеет ничего общего с миром противостояние усиливалось 13 мая палестинцы сожгли КПП Керем Шалом через него в сектор поступала большая часть гуманитарных грузов и топлива росло число убитых и раненых но кульминация наступила 14 мая когда в Иерусалиме открылось американское посольство Израиль является суверенной страной с правом как и каждый суверенный народ определяет свою собственную столицу тем не менее на протяжении многих лет мы не признавали очевидной простой реальности что столица Израиля Иерусалим американского президента ждали на церемонии открытия но он ограничился видеообращением возможно не захотел осложнять жизнь израильским службам безопасности у которых и так было полно работы на границе под прикрытием демонстрантов несколько групп боевиков с оружием пошли на прорыв их атаки отбили огнем из пулеметов позиции военных обстреляли из минометов в ответ прямой наводкой огонь открыли танки из тяжелых пулеметов обстрелен город Сдырот в ответ авиация бомбила позиции Хамас в Газе только 14 мая в столкновениях у границы погибли 62 палестинцы около 2000 получили ранения позже руководители Хамас признали что большая часть погибших около 50 были боевиками террористических организаций сообщали даже о гибели 8-месячной девочке сразу возник вопрос а что собственно грудной ребенок там делал но впрочем позже выяснилось что девочка умерла в больнице от тяжелого порока сердца а ее смерть просто использовали в пропагандистских целях Совбез ООН по требованию арабских стран собрался на срочное заседание резолюцию осуждающую Израиль заблокировали Соединенные Штаты действия Иерусалима осудила Европа Турция выслала израильского посла причем в аэропорту его подвергли унизительной процедуре досмотра по мнению экспертов трагедия 14 мая никак не связана с переносом посольства у Хамаса были иные причины для беспорядков несомненно в последних акциях Хамаса просвечивается явным образом рука Ирана который отказывает давление на Хамас и обуславливает финансовую поддержку Хамаса продолжением насильственных акций против Израиля на следующий день после кровавых событий в прессу просочилась информация что по каналам египетской военной разведки вечером 14 мая Иерусалим передал в газу предупреждение или марш возвращения немедленно прекратится или Израиль ликвидирует руководство Хамас было ли такое предупреждение на самом деле точно неизвестно но марш возвращения прекратился Сергей Услендер подробности недели Ближневосточное бюро телеканала Интер а вот что не прекратилось так это рост нефтяных цен 80 долларов за баррель это самая высокая цена за последние 4 года и рост похоже не остановится на этой отметке последствия могут почувствовать на себе жители всех стран на планете конечно те кто добывает и продает нефть выигрыши а вот украинцам как и другим импортерам нефти и нефтепродуктов нужно готовиться к новым расходам вслед за нефтью подорожает бензин за бензином потянутся все остальные цены аналитики французского нефтяного гиганта компании Тоталь считают что нефть вскоре могут продавать и по 100 долларов за баррель согласитесь в такой нервной обстановке точно хочется праздника и уже завтра самое настоящее королевское торжество для всего мира подготовила британская монархия принц Гарри младший сын Чарльза и Дианы женится причем весьма вызывающий по меркам британской аристократии на американской актрисе невысокого происхождения какой будет эта свадьба и как сама королева отреагировала на выбор своего внука знает Светлана Чернецкая Виндзор городок в 35 километрах на запад от Лондона именно здесь состоится бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл Виндзор выбрали не случайно это любимая загородная резиденция ее величества королевы и именно здесь проходят свадьбы второстепенной важности как эта вместо помпезного восьминстерского аббатства скромная часовня святого Георга вместо поцелуя на балконе Букингемского дворца ступеньки Виндзорского замка завтрашняя свадьба будет намного скромнее предыдущей когда женился старший брат Гарри принц Уильям это понятно в отличие от брата у Гарри почти нет шансов стать королем в очереди на престол он шестой буквально месяц назад Гарри еще подвинулся в списке престола наследников он уступил место новорожденному принцу Луи это третий ребенок Уильяма и Кейт поэтому свадьба более скромная и камерная но интерес к свадьбе огромный в Виндзор уже несколько недель съезжаются люди они ночуют прямо на улицах чтобы застолбить лучшие места здесь пресса со всего мира в Италии к этой свадьбе огромный интерес потому что королевская семья это икона Великобритании и сейчас это наверное самая прекрасная новость из этой страны принца Гарри в Великобритании обожает его называют принцем очаровашкой в юности он прославился как любитель жарких вечеринок но в последние годы остепенился отслужил в Афганистане сейчас занимается благотворительностью принц Гарри он что называется рубаха парень он один из нас совсем не самовлюбленный да Гарри родился в королевской семье но он из тех с кем можно хорошо посмеяться его избранница американская актриса Мэган Маркл сразу же покорила британцев в первую очередь своей открытостью пара позволяет себе игнорировать некоторые королевские традиции к примеру они запросто обнимают подданных на улицах или же держатся за руки Мэган привлекает много внимания она профессионал в шоу-бизе очаровывает и вся эта романтическая история их отношения на разных континентах и сложная судьба Мэган первый раз они встретились почти два года назад их познакомила общая подруга и это была любовь с первого взгляда было очень круто познакомиться с кем-то не из моего круга кто мало что знал обо мне и я мало что знал о ней так что у нас была возможность начать с самого начала узнавать друг друга шаг за шагом мы не допускали чтобы проходила больше двух недель без встреч даже несмотря на то что между нами были очень большие расстояния но нам удалось поддержать эти отношения сама Мэган актриса и активистка жила в США и Канаде ей 36 и она на 3 года старше будущего супруга Мэган уже была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном о популярности актрисы принесла роль в сериале костюмы также Маркл всегда занималась благотворительностью Мэган смешанной расы разведена ее пра-пра-пра-пра-дедушка был рабом так что это действительно история восхождения с самых низов в каждой личности есть светлое и темное и Мэган далеко не монашка не целованная но и биографию свою она не запятнала но репутация невесты все же немного поблекла в последние дни шумиху в прессе поднял отец Мэган Томас Маркл оказывается он инсценировал фотографии будто бы снятые папарацци еще и деньги за это взял в результате из-за скандала слег с сердечным приступом и позавчера ему сделали операцию он хотел тишины и спокойствия избегал журналистов но однажды позвонил мне в панике что его преследует семь или восемь машин папарацци его везде преследовали по пятам ну а поскольку отец не приедет на свадьбу Мэган некому везти к алтарю пришлось просить будущего свекра принца Чарльза Мэган воспитывали разведенные родители ей было всего шесть когда папа ушел но всегда поддерживал и повлиял на выбор профессии Томас Маркл был директором по священию на телевидении а мама Мэган Дория Рагланд инструктор по йоге сегодня Дория впервые встречается с будущей родственницей ее величеством королевой завтра ровно в полдень по местному времени начнется официальная часть королевской свадьбы Мэган Маркл приедет сюда в часовню святого Георга где ее будет ждать принц Гарри для обряда венчания Мэган католической веры но ради своего принца ей пришлось принять англиканство сейчас в часовне репетиция важнейшего события года я знал что мы поем для королевы на каждую пасху и на еще пару праздников но я даже представить себе не мог что буду петь на королевской свадьбе на кухне виндзорского замка тоже не теряют ни минуты 30 поваров готовят свадебный фурше для шести сотен гостей каждое блюдо мы уже готовили и пробовали а молодая пара была вовлечена на всех этапах они даже участвовали в отборе продуктов хотели побольше органических и сезонных с меню мы не экспериментировали это классические блюда а вечером состоится свадебный ужин только для самых близких его организовывает принц Чарльз среди 200 гостей будет немало известных людей королевские родственники партнеры Меган Маркл по сериалу костюмы весь состав группы спайс гердс теннисистка сирена Вильямс и сэр Элтон Джон и никаких политиков важно отметить что никакой угрозы для этого события нет по данным разведки свадьба не будет мишенью террористов но ссылаясь на прошлые опыты предыдущие зверства в Британии и Европе мы в полной боевой готовности более 100 тысяч человек наводнят Виндзор в день свадьбы и чтобы подойти поближе к замку всем придется пройти проверку после венчания молодожены прокатятся в открытой карете по центру Виндзора это настоящая сказка ставшая реальностью и я хочу быть частичкой этой сказки я ночевала здесь на улице четыре ночи и жду лишь одного что пара увидит меня помашет и улыбнется до сих пор загадкой остается какое же платье выбрала невеста но известно что из всех подружек она не захотела выделить лишь одну поэтому обойдется без свидетельницы а вот шафером на свадьбе будет принц Вильям также пару будут сопровождать фриелины и пажи племянники и крестники Меган и Гарри а вот с медовым месяцем молодоженам придется подождать служба у ее величества начинается тут же после свадьбы и уже через неделю Гарри и Меган проведут первое совместное мероприятие как супружеская пара Светлана Чернецкая Валентин Белич подробности недели Британское бюро телеканала Интер вы смотрите подробности недели мы снова в прямом эфире Северная Корея опять меняет курс новости из Пхеньяна всю неделю приходили пугающе сначала северокорейцы отказались от встречи с делегацией южан а потом и вовсе заговорили о том что предложение Дональда Трампа так сказать по новым отношениям с Америкой КНДР не устраивает многие наблюдатели уже успели сделать печальный вывод мол провалилась очередная попытка добиться от Пхеньяна уступок и новых отношений с США и соседями но так ли это чего на самом деле хочет Ким Чен Ын и как это воспринимают в Вашингтоне разбирался Дмитрий Анопченко до этой встречи всего лишь месяц и чем ближе к дате саммита тем меньше ясности по какому сценарию пройдут переговоры в Сингапуре и состоятся ли вообще все торгуются все набивают себе цену и это конечно же не прибавляет уверенности что договориться в принципе удастся сенсация этой недели публикации о том что Ким может саммит в принципе отменить все эти дни репортеры атаковали при службе госдепа и Белого дома требуя комментариев но в ответ получали лишь неуверенное официально нам ничего не сообщали мы продолжаем готовить встречу у нас об этом нет никакой информации мы не получали ни официального никакого либо неформального уведомления мы продолжим двигаться вперед и планировать встречу между президентом Трампом и Ким Чен Ыном президент будет готов к встрече на данный момент мы продолжаем ее организацию с нашей стороны ничего не изменилось и они не кривят душой чиновникам госдепа и Белого дома действительно никто ничего не сообщал официально КНДР всего лишь запустила слухи в прессе а теперь хранит многозначительное молчание набивает себе цену несомненно говорят эксперты причем действует зеркально ведь не так давно и Трамп в одном из интервью якобы случайно обмолвился мол встанет и уйдет если в ходе саммита увидит что приехал зря и Ким не идет на уступки в ответ на эту завуалированную угрозу штаты получили столь же завуалированный ответ мол не очень-то и хотелось если вы так то мы тогда вообще не приедем так что все разговоры о том что саммит не состоится это пока что лишь информационное перетягивание каната в стороны пытаются отвоевать лучшие стартовые позиции а вот что действительно важно это те противоречия по поводу которых ни в Вашингтоне ни в Сеуле уступать не захотят во-первых в двух столицах до сих пор не договорились о порядке действий Вашингтон уверен что корейцы должны добровольно свернуть свои ядерные проекты и лишь потом получат инвестиции и финансовую помощь а Пхеньян настроен менять уступку на уступку когда за каждым шагом истощенного санкциями режима должно следовать денежное вознаграждение и немалое во-вторых свою игру ведет Китай Трамп убежден что посредники ему не нужны и не хочет ни с кем делить победу если сделку все-таки заключат Киму постоянно намекают из Пекина мол без нас ничего не получится мы тоже должны участвовать так что пока пресса спорит будет саммит или нет в высоких кабинетах обеспокоены вовсе не этим а тем как именно при всех этих противоречиях сторговаться бывшим непримиримым противником Дональду Трампу и Ким Чен Эйну из Вашингтона Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер Украинская победа в Каннах режиссера Сергея Лозницу назвали лучшим режиссером в фестивальной программе особый взгляд именно его художественный фильм Донбасс открывал программу эту картину снимали совместно Германия Украина Франция и Нидерланды и основана она на реальных событиях в широкий прокат Донбасс должен выйти уже в этом году Украина с каждым годом становится все интереснее для европейского кинорынка только в этом году от нашей страны в Канны поехали около сотни представителей и для многих этот визит стал более чем успешным Итак, что происходит в Каннах расскажет Елена Абрамович Первый после 70-летнего юбилея Каннский кинофестиваль начался необычно не в среду, как всегда а во вторник но это не все новшества на красной дорожке запретили снимать селфи перестали устраивать журналистам допремьерные показы в жюри рекордное число женщин а глава судей актриса Кейт Бланшетт возглавила еще и феминистский митинг На этих ступеньках сегодня стоят 82 женщины это женщины-режиссеры которые поднялись по этой лестнице с первого выпуска Каннского кинофестиваля в 1946 году за этот же период по этим же ступенькам поднялись 1688 режиссеров-мужчин за равные с мужчинами права и гонорары а еще против насилия это главная идея демонстрации в Каннах даже горячую линию открыли для жалоб в свете последних сексуальных скандалов в Голливуде но подпортила картину защиты женщин кинолента скандального Ларса Фон Триера о серийном убийце Фон Триер известный провокатор и его фильм «Дом», который построил Джек включили только во вне конкурсную программу картина вызвала много шума десятки зрителей покинули зал во время сеанса некоторые критики назвали этот триллер мерзким другие настаивают картина не о насилии а о паранойи в которую превратилась эта борьба за права женщин люди, как серийные убийцы совершают множество преступлений под прикрытием гуманистических идей а больше всего оваций получили фильмы француза Степана Бризе на войне и россиянина Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое во время презентации место Серебренникова пустовало режиссер под домашним арестом из-за подозрения в растрате госсредств а на вопрос таким ли был Цой пришлось отвечать Тео Ю исполнителю главной роли я знаю, что Виктор Цой не так известен на западе но в России живут больше 140 миллионов людей со своим субъективным мнением о том, кем был этот парень и это огромная ответственность я уже не говорю о постсоветских странах и это был, так сказать мой крест потому что для них это все равно чтобы я сыграл Иисуса понимаете? украинские фильмы за пальмовую ведь в этом году не борются Сергей Лозница в Канны приехал с картиной Донбасс которая открыла вторую по важности программу особый взгляд фильм основан на реальных событиях через этот фильм я уверен больше понимают про все то что там происходит и на кого перетворяют людей вот эта воруженная чем когда иноземцы это пытаются через новины или через какие-то статьи в прессе как-то доносить все то что происходит с Украиной другую Украину показали в фильме «Женщина на войне» совместного производства с Францией и Исландией картина получила награду за лучшую музыку на холмах Исландии поет украинский хор музыка в фильме полноценный герой режиссер исландец Бенедикт Эрлихсон вначале подумывал вместо Украины пригласить к сотрудничеству Болгарию в какой-то момент они подумали что Украина не способна реализовать такой европейский проект нам удалось их переконать мы вернулись до государственной агентства питания кино и наш проект получил поддержку на 10-му пичингу Госкино в прошлом году вложила в украинские фильмы 500 миллионов гривен почти вдвое больше чем в предыдущем и это принесло результаты в радянские часы на двух студиях на студии Довженко и в одесские студии снимались 50 в однонатажных фильмах были часы кризи когда снимался один фильм сегодня уже больше 30 фильмов снимаются працюет очень ретельно комиссия глава кинофундации Андрей Халпахчи рассказывает почти за 30 его поездок в Канны бывали случаи когда здесь он был один в этом году на фестивале около сотни украинских киношников и на других смотрят и себя показывают режиссер Марина Степанская продала права на свой фильм стремглав сразу нескольким странам после Карлова вахвар несколько наград на фестивалях последний был например план Франции уже что-то вважает фильм и сейчас намного простейше было селзам продавать его они в Китае продали слава 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 шпицкого мы чекаем от Украины новых сюрпризов ну а на этом кинофестивале времени для сюрпризов осталось мало его последний день уже завтра тогда и узнаем кому достанется золотая пальмовая ведь Елена Абрамович Евгений Каминский Канны Франция Европейское бюро телеканала Интер и на этом все спасибо что смотрели подробности недели